Это программа неделя, меня зовут Евгений Горин, здравствуйте. Как всегда в воскресенье говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Мы порой невнимательно, а иногда по-хамски ведем себя с людьми. Должен вас предупредить, это недопустимо. Денежные компенсации для частных подворьей, пострадавших от африканской чумы свиней. Кто выиграл, кто проиграл. Государцы нам дали зло большую цену. Коли пошли чутки про чуму, коммерсанты ведомо цену изнизили. Цена была намного меньше. Как выглядят в Беларуси ветеринарные кордоны на пути вирусу убийцы домашних животных? Почему некоторые специалисты считают африканскую чуму биологическим оружием? И как с этой заразой справились в Советском Союзе? Расследование программы. В Советском Союзе заболевание было тоже в 77-м году. И после того, как провели инфекцию, уничтожили очаги заболевания, сейчас было заведено в исследовании. Что вы тут делаете? Как что мы делаем? Позвольте человеку плохо. Не мешайте работе. Иди к нам, помоги. Основы гражданской обороны вчера и сегодня. Как защититься самому и помочь в беде другим? Под Борисовым прошли республиканские соревнования санитарных формирований. Никто не застрахован о том, что где-то на каком-то предприятии или в каком-то районе случится техногенная или природная авария. Анастасия Дегтярь о теории и практике спасения. Открываем вот эту маленькую дверцу. Правда, придется толстить 20 метров где-то. Зеркало для героя. Как живут учителя, для которых школа стала вторым, если не первым домом. Моя родная гимназия. Гимназия номер 5 города Минска, в которой я работаю уже 13 лет. Let my people go. Откуда и почему на улицах Минска появились иностранцы, поющие хором? Чем угощали артистов столицы? Только на Йозов. Очень вкусно. И зубы заболели. Пой с нами, пой как мы, пой лучше нас. Яна Шибко о приключениях иностранцев в Беларуси и новом музыкальном шоу СТВ. Вы только представьте себе хор, исполняющий песни «Рамштайн». А на этой сцене харизматичные коллективы из разных стран продемонстрировали и не такое. Начинаем выпуск с новости, которую обнадеживающие назовут белорусы, понесшие потери в хозяйствах от африканской чумы свиней. Президент на неделе сделал своего рода последнее китайское предупреждение чиновникам о недопустимости невнимательного отношения к людям в ходе борьбы с АЧС. Жалоб в администрацию президента поступает много. Суть их заметил Александр Лукашенко в том, что по отношению к людям проявляется не внимание, а иногда и хамство. То есть свинского отношения к крестьянам глава государства не потерпит. Пора бы чиновникам на местах задуматься. Еще сравнительно недавно аббревиатуру АЧС в Беларуси знали только ветеринары. Сегодня ее может расшифровать и школьник. Несколько месяцев занесенная в наши края смертельная заморская свинка гуляла по подворьям. Заболевание не лечится и вакцины для профилактики не существует. Единственное верное лекарство – уничтожение всего поголовья, если хотя бы одно животное в стаде заболеет. АЧС – это фактически смертельный приговор для хрюшек, но далеко не для всего сельского хозяйства страны. Хотя в 1971 году на Острове Свободы именно это и случилось. Раскубинцы тогда утверждали, что это была тщательно спланированная бактериологическая диверсия. Некоторые специалисты и сегодня считают, что к африканской чуме свиней надо относиться как к биологическому оружию. АЧС уже нанесла миллиардные убытки в России, фермеры в Армении потеряли половину поголовья. В Беларуси сейчас есть и реализуется не только план борьбы с вирусом, но и реальные схемы по компенсации убытков крестьянам. Уже выплачено более 21 миллиарда рублей. Ольга Петрашевская с ветеринарных кордонов на пути африканской чумы свиней. Марш, Марш, как это хорошее. Ну что, мы остались сейчас с тобой без свиней. Кому из них африканская чума подложила более жирную свинью, еще вопрос. Четвероногий товарищ Антонина Адамовна поактивнее хозяйки уплетал шкварки. Но теперь сарай для Марса, как с другой планеты, присмотреть на ужин больше некого. Все было тут. Остался сарай пустый. Ну ничего, все переживали. Было четверо свиней у меня. Ну, указ дали. За четыре дня и покололи. Сами закололи, сами сделали одежду на березе. Все люди. Этот человек, что колол нам, шесть свиней за день нужно в пятикилометровой зоне. Ну что ж ты сделаешь? Это для всех беда. От деревни, в которой живет Антонина Адамовна, до местного свинокомплекса примерно километра 3-4. И именно из-за попадания села в радиус пяти километров от предприятия с животными пришлось распрощаться. Риск слишком велик. Ведь одна заболевшая в сарае Хавронья при переносе вируса может запросто положить весь свинокомплекс, а это уже тысячи животных. Впрочем, устраивать бездумные зачистки тоже не выход. О том, что к каждому подворью в каждой деревне нужно относиться как к частному случаю, на неделе говорил Александр Лукашенко. Если мы обнаружили очаг болезни на какой-то малой большой ферме, в какой-то деревеньке, хочешь не хочешь, нам приходится создавать буферную зону до пяти километров примерно. Но здесь тоже надо творчески и разумно к этому подходить, а не то, что в кабинете начертили пять километров круг вокруг деревни и начинаем там квасить все подряд. Притом, не слушая ни людей, не понимая людей, этого быть не должно. Все должно быть разумно. Есть заболевания. Заболели животные, конечно, никуда не денешься. Надо уничтожать. Или пусть человек, обследовали скотину, сам забивает дома. Или же продает на мясокомбинат. Или к оккупатуре организованно отдали на мясокомбинат. Осуществили забой. Человек, пожалуйста, хочешь забирай готовое мясо, хочешь там оставляй. Поэтому, чтобы не допустить ликвидации животных, надо в зонах риска лучше сдать ее на мясокомбинат сейчас. Здоровый скот. Одно мы заубились, для себя одно, а одно, ну, забрали от нас. Заколола, дети позабирали и едут спокойно. Так мне не обидно. А на экспертизу сдавали? Конечно, ну как вы думали? Со всей страны к нам привозили примерно до 150 образцов. Каждый день? Каждый день. А вот и те самые лаборатории, с тем которых тысячи человек ждали ответа, не добралась ли африканская чума до той или иной деревни. В нашей стране исследования на АЧС могут проводить только здесь, в Белгосветцентре. Специалисты прошли обучение в России и Испании. И все анализы проводят только по мировым правилам. Мы работаем по протоколу. Протокол этот одобрен Европейской комиссией и Международной организацией о здоровье животных. По этому протоколу работают все страны мира. К зарубежным коллегам прислушались и перед закупкой оборудования. С такой же аппаратурой работают и в европейских лабораториях. Причем ключевых приборов в центре приобрели сразу два. Если один вдруг выйдет из строя, в работу тут же включится дублер. И оперативное исследование не остановится из-за технической поломки. Для того, чтобы поставить, подтвердить диамет, нам надо 4 часа. Кстати, нынешняя ситуация с африканской чумой для специалистов вовсе не стала боевым крещением. Мониторинг опасного заболевания в Беларуси ведется еще с 2009-го. За этот период исследовали более 10 тысяч проб. Но до нынешнего года диагноз не подтверждался ни разу. В этом году было проведено 5000 исследований. И положительные случаи у нас были в Юниевском районе. У население и на семеноводческом комплексе учился в Витебской области. У сильней пропал аппетит с вечера, а на утро они перестали подниматься. Все, соответственно, страх появился. Значит, нас коснулось тоже. Все сообщили в ведслужбу. Мы не противостояли. Как есть, так есть. Надо, значит, надо. Совсем недавно в этом сарае обитали не кудахтающие, а хрюкающие постояльцы. 37 свиней. Причем самое обидное, что под нож пришлось пускать и поросят, а очередного пополнения здесь ждали буквально через пару недель. Очень было приятно заходить, когда было больше свиней здесь, чем курей. Конечно, не могу даже говорить ничего. Мы созвали инвесторисполкома и сказали, что законодательство есть. По выплате денег. И нам привезли сюда в копте всем людям, которых забрали свиней, выдали деньги. На полученные от государства деньги купили поддержанное авто, струематериалы и, наконец-то, занялись газопроводом. Конечно, животных Надежде очень жалко. Все-таки не одна хрюша, а почти четыре десятка голов. Но если нет другого выхода, что тут поделаешь? Но мы будем жить дальше. Мы будем разводить дальше свиней, если будет, конечно, разрешение. Вообще все неплохо. Курей тоже есть можно. Пока было бы здоровье. Несмертельно. Это как люди, это как свинья, такой беды. Не у нас будет ничего в другом районе. Ну, я думаю, нужно было. Я уверена даже, что нужно было вырезать. Потому что все равно они дохли. Вот у меня у самой не было свиней, но, судя по разговорам, как люди говорили, и как вот потом, когда свиньи дохли, я считаю, что надо было их вырезать. Считаю, правильно все. Конечно, правильно. Это же все-таки чрезвычайная ситуация, естественно, мне кажется, да. Мало ли, что могло бы потом произойти, какие потом последствия. Так что я считаю, что правильно. Только немножко по-другому надо было к людям подойти. На деликатный подход к каждому человеку внимание и ветврачей, и чиновников обратила глава государства. Александр Лукашенко еще раз напомнил. Людям нужно подробно объяснять, почему забирают свиней с конкретного подворья, а не врываться в сарай с ножом. В администрации президента мы фиксируем возрастающее количество обращений граждан по этим вопросам. Суть этих обращений и заявлений сводится к тому, что мы порой невнимательно, а иногда по-хамски ведем себя с людьми. Должен вас предупредить, это недопустимо. И я хотел бы, чтобы со следующей недели подобных заявлений от населения в мой адрес не поступало. И при том ваше объяснение, что вы видите ли правильно поступаете, вы хорошие, а люди плохие, приниматься не будет. Вы там, пожалуйста, на месте разберитесь с каждым человеком. Не думаю, что у нас найдется много людей, которые от нечего делать будут заниматься писаниной. Пятая часть поголовья свиней у нас выращивается в частных подворьях. Поэтому мы должны оказать существенную помощь населению в борьбе с этой заразой. Я считаю, что для государства, если из-за одного будут по голове ложиться всех, то это нужно. Другого варианта здесь, я считаю, что не было. Да, у меня тоже у матери обидно, досадно. Думали, что будет все хорошо, но пришлось вырезать. Я думаю, что это для государства надо было и пришлось на этот шаг пойти. Как бы далеко в своих достижениях не ушли медицина и ветеринария, вакцины от африканской чумы свиней в мире пока нет. И уничтожение животных – единственный выход, практикуемый в странах, столкнувшихся с опасным заболеванием. Причем результативность таких, пусть и жестких мер, уже проверена временем. В Советском Союзе заболевание было тоже в 77-м году. Это была Одесская область, Молдавия, Новосибирская область. И там было убито около 700 тысяч голов свиней. И после того, как провели инфекцию, уничтожили очаги заболевания, через полу завели новых свиней, все нормально. Петр Красочка рассказывает, заколоть свиней на личных подворьях пришлось даже нескольким сотрудникам института. Интересно, как поступил бы в подобной ситуации глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Недавно главный санитарный врач России заявил, что в его страну африканская чума попала из американской лаборатории в Грузии. Дескать, ударили биологическим оружием. Никто не доказал, что это диверсия. Это просто природная шаговая инфекция. Россия предсказала специалистам, что чума движется в северо-западное направление 350 км в год. И это было в 2011 году. И они предсказали, что через два года у нас получается естественным путем. Впервые африканскую чуму зарегистрировали логично. В Африке более века назад. Отсюда и название заболевания. С тех пор вирус прошелся по Испании, Португалии, Франции, Бельгии и другим странам. В России с 2008 и вовсе зарегистрировано около 500 случаев. И до Беларуси, по выводам специалистов, африканская чума добралась именно из соседнего государства. Роковой причиной стал импортный комбикорм с возбудителем заболевания. И чтобы ситуация не повторилась, рацион животных отныне под усиленным контролем. Эти регламенты расписаны, розданы. Это пропарывание корма, это горячий корм выдавать. Комбикорм только гранулированный. Мы его завозим, принято решение, только с наших комбинатов. И через комбинаты хлебопродуктов поставляем через Белкопсоюз магазины. Я полагаю, что за следующий год мы все свина по голове вообще страны переведем на гранулированный корм. Примерно 80% свиноводства страны сконцентрировано на животноводческих фермах. Всего в Беларуси 108 комплексов. И абсолютно на всех сегодня действуют беспрецедентные меры безопасности. Обрабатывается транспорт и каждый человек, который проходит через ворота. Уже внутри свинокомплексов специальные санпропускники. Но показать их мы вам не можем. Исключений не делают ни для кого. Собойки никто сюда не проносит. Население, личный состав, который работает здесь на комплексе, доставляется обед. Все работники комплекса в своем личном подворье исключили содержание животных. Были проведены определенные работы с людьми по компенсации вот этих потерь. На комплексах отпускается мясо по ценам даже ниже себестоимости. Организовано питание работников. Ну, довольно, я скажу, дешево, потому что где-то обед стоит в среднем 5-6 тысяч. Ужесточен ветеринарный контроль за всем свинопоголовьем на предприятиях. Не менее двух раз в день производится клинический их осмотр. И все же даже такие усиленные меры безопасности не спасут от заболевания максимальный процент поголовья свиней, если о своих животных вовремя не позаботятся их владельцы. Про мясо говорят много, но также часто забывают об элементарном. Разносчики вируса не только домашние, но и дикие кабаны. И заразить африканской чумой все население сарая можно всего лишь прогулявшись в лес за грибами и не сменив по возвращении одежду и сапоги. Если он заходит в свое подворье кормить свиней, он должен одеть какие-то отдельные сапоги, где-то их продезинфицировать, обязательно сделать здесь подушку какой-то, здесь коврик, обязательно его надо заправлять из раствора. Они сегодня доступны. И сегодня мы даже можем населению дать какие-то дезинфицирующие средства, чтобы люди эту работу выполняли. Ну, свиней разумели, что оставлять не треба. Душа болела, болит до сих пор, шкода вельми. Вот. Ну, материальную компенсацию мы оттормали. Скандалу, что я не отдам. Не было. Люди добровольно отдавали. И они уже разумели, что чем скорее мы позбавимся от своих свиней, тем лучше мы сможем завести. С этой бедой мы так само справимся, у нас будет дозволено заводиться. Ну вот доски, которые мы очищали. Сказали очистить сарай. Мы очистили сарай. Все убрали, навоз убрали. Все, как есть. Теперь у Людмилы Новицкой корова и любвеобильные птицы. 17 свиней держала не только для семьи, но и для продажи на рынке. Конечно, подспорья не вернешь, но изучившая коммерческие закупочные цены на свинину, женщина даже удивилась полученной от государства компенсации. А вот что сейчас очень волнует местных жителей, куда девать кабачки, свеклу и мелкую картошку, посаженные специально для корма животным, хоть в комплекте со свиньями сдавай. Эта проблема наверняка еще будет на повестке, а вот как помочь людям, лишившимся свиней, побыстрее завести, к примеру, ту же корову, уже решают. В течение недели правительство должно разработать льготные условия для покупки животных владельцами опустевших подворий. Мы рассматриваем возможность населения, чтобы приобретало другие виды животных, птицы, чтобы компенсировать на своих подборьях, ну, допустим, тоже количество мяса. Можно и телята, можно и индюки, что хочешь, можно заниматься, кроме свиней. Мы эту работу тоже будем проводить и будем решать вопросы обеспечения тем поголовьем, которое население согласится содержать на собственных подворьях. Но Антонина Адамовна пока решила переключиться на помидоры. Свинины и родня, и внуки запаслись, так что сейчас в фаворе растительная жизнь. Конечно, и ей было очень жалко расставаться с животными, но пенсионерка мыслит не только мясными, но и глобальными категориями. Если мы не поколем, и вот на таких мелких хозяйствах, вот как у меня, у соседей, разразится чума, это африканская, значит, это же будет, подорвем экономику страны. Мы же тогда будем хуже жить. Не будем экспортировать ни мясо, ни говядину, вообще закрыться, это же карантин будет на всю страну. Значит, надо всем людям, призывающих людей, не бойтесь, вот это, что покололи, это все дело наживное. Антонина Адамовна вспоминает, и в ее селе вести о грядущем уничтожении свиней сначала восприняли в штыки. А как иначе? Ведь это не в городе пойти и купить кусок вырезки в магазине, встать в пять утра, покормить, вырастить. Но куда сильнее возмущение у местных оказалось желание поскорее вновь завести кабанов и хавроний. Поэтому поняли, выход, он такой один. И пошли по пути практики мира. Если бы все так с пониманием отнеслись, за год, за два, мы обратно вернулись, возврастились в этот свиноводство. Но если так и не получится, то бог его беру, проживем. Ольга Петрашевская, Ольга Макея, Анастасия Бута, Екатерина Желянина. На неделе о белорусском отпоре африканской чуме. О возможном отпоре, но уже более серьезному противнику, на неделе также шла речь у президента. Белорусские военные должны быть готовы к защите суверенитета страны в новых условиях. За последние годы немало сделано по укреплению обороноспособности армии. Глава государства поручил проработать вопросы финансового обеспечения потребностей военных. Соцзащита людей в погонах по-прежнему приоритетный вопрос для государства. Только за прошедший год около двух тысяч военнослужащих вселились в новые квартиры. Заработать дополнительные деньги защитникам отечества помогут складские излишки, давно замененные современными аналогами. Отдельные базы переполнены еще с советских времен. Между тем устаревшее, но все еще годное вооружение готовы приобрести зарубежные армии. Почему бы этим не воспользоваться? А, например, списанную автотехнику охотно покупают гражданские грузовики. И даже мини-электростанции берут бизнесмены и фермеры. Артиллерийские тягачи в лед уходят в северные регионы России. Наши вооруженные силы должны быть готовы в новых реалиях защиты суверенитета независимости, территориальной целостности страны. Надо сделать так, чтобы никто не помышлял разговаривать с нашей страной с позицией военной силы. Наша армия должна быть адекватной новым вызовом и угрозам 21 века. Считаю необходимую продолжить работу по оптимизации структуры и сокращению численности вооруженных сил, как мы раньше с вами договорились, до того уровня, которые были определены. Вы знаете, мы делаем это спокойно, без революций, эволюционно. Мы не стали резать по-живому. Вооруженные силы у нас в свое время доходили до 200 тысяч. Сегодня их порядка 100 тысяч. Нам также такая численность сегодня не нужна. Сегодня не численность важна для вооруженных сил. И мы должны дойти до тех уровней, которые были определены нами несколько лет тому назад. Но делать надо это спокойно, чтобы не ломать судьбы тех людей, которые сегодня служат в вооруженных силах. Особое внимание уделит дополнительному целевому финансированию первоочередных мероприятий по авиации и средствам противовоздушной обороны. Анализируя конфликты последнего времени и войны, мы определились, что главное для нас сегодня – это противовоздушная оборона. И также авиация. В целях усиления престижа военной службы необходимо определиться с мерами повышения социальной защищенности военнослужащих, особенно младших офицеров. Я хотел бы, чтобы все по-хозяйски отнеслись к излишкам продукции военного назначения, которые наличествуют в вооруженных силах. От них, конечно же, надо избавляться, пока они не устарели и нужны кому-то, не нарушая международных обязательств. Но делать это надо разумно. Минобороны ставлю задачу приступить к практической реализации достигнутых договоренностей с Россией по авиации и системам противовоздушной обороны с учетом результатов наших недавних встреч с министром обороны России и наших договоренностей с президентом России Путиным. Первый месяц осени для военных станет периодом испытаний. В последние декады с сентября белорусская армия со своими российскими коллегами проведет учение «Запад-2013». Ожидается, что в них примут участие 13 тысяч солдат, порядка 60 вертолетов и самолетов, а также до 250 единиц боевой техники. Впрочем, независимо от мирного неба над головой существует множество других угроз. Тема безопасности на неделе поднималась с еще одной стороны персональной. При чрезвычайных ситуациях это и аварии, катастрофы, стихийные бедствия. Люди постарше еще помнят уроки по гражданской обороне, на которых учили, как правильно одевать противогаз и без паники спускаться в подземное убежище в случае тревоги. Как правило учебной. Эти знания помогают снизить число пострадавших во время настоящих ЧП. В прошлом году реальная пожарная тревога в Минске звучала дважды. Если в столице обошлось без жертв, то после пожара в Рассонской средней школе в больнице оказалось 8 подростков. Не с ожогами или отравлениями от дыма, а после прыжков из окон. Хотя по правилам эвакуация должна идти через запасные выходы. Как же вести себя во время ЧП? Такое на уроках УБЖ не покажут. Теория и практика от Анастасии Дегтярь. Звести ты не пою, где мне не растут. Здесь радиация кругом и раненые ждут. Найдем, спасем и порадом. Доставим на носить так строг. Теперь подруга я с тобой рядом. Еще один, еще разок, еще шажок. Это довольно интересно, помогать людям, знать, как поступить в той или иной ситуации. И все-таки как-то зов в сердце, что ли. Отряд гражданской обороны отправился на импровизированный фронт. На полигоне МЧС «Светлая роща» объявлено чрезвычайное положение. Еще три ставим. Раз, два, три. Тревогу, конечно, объявили учебную. Здесь проходят седьмые республиканские соревнования санитарных формирований гражданской обороны. В будни все эти хрупкие дамы, а в санитары обычно идут женщины, менеджеры, бухгалтеры, рабочие предприятия. Но когда над миром нависнет угроза, шпильки и отчеты они готовы будут отложить, чтобы перейти в режим гражданское спасение. Страшно вам было заходить в очаг? Нет. Почему? Ну, потому что мы готовились и знали, в принципе, куда идем. Санитары пройдут пять испытаний. Вот отряд отправляется в инфекционный очаг. В доме обнаружены споры сибирской язвы. Рядом санитары мчатся на химический объект. Поступил сигнал, что там разлился аммиак. А вот и первый пострадавший в роли пожарный из Борисова. А что с вами произошло, расскажите? Треническая смерть, посинение ротной массы из оптопьяна. Там произошел выброс опасных химических веществ. Спиритический сеанс был кратковременным. Свет в конце туннеля начал меркнуть и тяжелораненого увезли на скорой реанимировать. Самое сложное было – это химический очаг. Почему? Все-таки довольно тяжелые, пораженные. Их очень много. Ольга в формировании гражданской обороны всего год. Это ее первые соревнования. На птицефабрике, где она и работает, прошла медицинские курсы, изучила разновидности всех пилюлей. А на тренировках переметала километры бинтов. У нас есть практически все, что нужно для первой помощи. Вот и сегодня на своих плечах девушка вынесла двух раненых и снова. Готовы к бою? Что вы тут делаете? Как что мы делаем? Повезти? Человеку плохо. Не мешайте работать. Иди к нам, помоги вам, пройдите. Одна из девчонок, быстренько сюда, помочь занести. Тяжело в учениях, легко в бою. Мы организовали собственный образовательный рейд. Операция «Противогаз». Мы отправляемся в деревню и проверим, как местные жители умеют пользоваться самым примитивным средством гражданской обороны – противогазом. Есть понятие. Так вот. Вот вы машину тормозняли. Где-то это будет так. Давайте примерим. Какой номер? По-моему, второй. Не налезет, я сразу говорю. А вот этому человеку я вижу налезет. Молодой человек, ну подождите, я же за вами не буду бежать до Борисова. Давай, показывай. Научите внука. Вообще, надевать противогаз должен уметь каждый школьник. Это азы программы ОБЖ. Это факультативный курс, который является обязательным для изучения всеми учащимися вторых, девятых классов. В нашей гимназии проводятся занятия специалистами различных служб и ведомств. Кроме основ безопасности жизнедеятельности, школьники проходят допризывную медицинскую подготовку. Разворачиваются несколько раз в год и учения по эвакуации. Срабатывает сирена и школа, согласно разработанной схеме, должна уложиться в нормативы. Татьяна Евгеньевна на всякий пожарный ключ от веренного ей пятого запасного выхода всегда держит на связке. Дети выходят, когда через этот пятый запасный выход, который мы открывали. Нужно не паниковать, держать себя в руках. Человек дает, что указание. Дает следующее указание, как правильно выбраться. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, штаб гражданской обороны района информирует директора, где находятся автобусы, которым должны проследовать дети. Они совершают посадку и выгрузят за крыло. Гражданская оборона под грифом секретна. Тайны мы, естественно, не раскроем. Информация для служебного пользования просто даже не для наших ушей. Но то, что на поверхности, вернее, на глубине, все-таки покажем. Одно из защитных сооружений в центре Минска. Противорадиационный бункер. С 1955 года находится он в жилом доме. Используют такие накладки, ну и повсеместно, легко снимаемые конструкции, позволяющие очистить объект от постороннего имущества. Уже 10 лет, как в этом убежище, разместился обувной магазин. Это вполне законная аренда. Но съемщик не имеет права в конструкции вносить изменения. А в случае чего вернуть на круги своя все за 12 часов. Если необходимо расставить нары, стеллажи, мы убираем свое имущество быстро. Если такой необходимости нет, нужно просто укрыть людей, то мы снимаем там все элементы, которые здесь лишние. Это делается там буквально за 15 минут. Принимаем людей, герметизируем убежище и включаем интеллект. Есть у убежищ даже классификация. Двойное назначение и специализированные укрытия, которые всегда готовы. Так вот, эта подземка, впрочем, так же и как минский метрополитен, многофункциональна. Здесь можно спрятать 150 человек. Все продумано. Нары хранятся на складе жреопродукты и медикаменты, согласно перечню, должны в нужное время доставить ответственной организации. А вот с признаком постоянства здесь запасы воды, емкости вмонтированных потолок из расчета по 3 литра в сутки на человека и системы фильтрации и воздухоснабжения. Герметизацию защитного сооружения произвести. Поступает очищенный воздух, проходящий через фильтры, ну и, соответственно, обеспечивает укрываемое население для комфортного пребывания. Олег уже больше 20 лет обслуживает защитные сооружения, а по совместительству и агент гражданской обороны. В случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации встречаем и располагаем, выкрываем помещение. Вот оно, реальное подтверждение философской мысли, выход всегда есть. Допустим, в этом сооружении укрываются люди, все выходы завалены, но все же есть шанс спастись. Открываем вот эту вот маленькую дверцу. Правда, придется ползти 20 метров где-то на четвереньках, но все-таки это реальный шанс выжить. Если честно, на четвереньках этих 20 метров мы так и не преодолели. Наверное, случай был все-таки некритичный. Но мы должны, по легенде, были выползти именно отсюда. Это в 20 метрах от самого убежища. А вот Майя Николаевна, хоть и выжила в Великую Отечественную, в бомбоубежище ни разу не была. Говорит, что в те годы их было крайне мало. Жила она возле современной станции Институт культуры. Десятилетней девочкой она пряталась в натуральных хранилищах. В каждом саду была выкопана яма, укреплена даже насыпью из генышек, задерана дерном и два выхода. И как только бомбежка, все собирались туда. Так что такие подземные просторы, как на Минском подшипниковом заводе, пенсионерка видела только в кино. Шесть убежищ на пять с половиной тысяч сотрудников предприятия. Экологически чистая, защитная одежда. Натуральная вата, натуральный хлопок. Запасы на все случаи жизни. От противогазов до лопат, портянок до шинели. Радиостанции, приборы, химической разведки. Чего только нет на стеллажах. Гардероб от советских кутерьей на любую погоду. Запасы примерно у нас такие. Более 7 тысяч противогазов. По другим видам обеспечения средствами защиты обеспечены все гражданские формирования, которые предусмотрены планом создавать период чрезвычайных ситуаций. А это одно из химически опасных предприятий столицы. Для охлаждения продукта здесь используют аммиак. Потому это зона на особом контроле. Компьютер следит за участком, страхует электронного контролера, оператор. На монитор выведены все показатели системы. А еще прямо над цехом установлена своя метеостанция. Ведь при утечке аммиака важно знать, в какую сторону дует ветер. Здесь пропустить утечку аммиака практически невозможно. Кстати, такой же экран установлен и в МЧС. Спасатели онлайн следят за опасным участком. Если происходит утечка, экипаж прибывает через несколько минут. А на фабрике и в стороне, куда дует ветер, запускается локальная система оповещения. У нас сотни элементов этой системы, расположенных на всей территории города. Электросистемы, громкоговорители. Главное в экстренной ситуации хоть каким-то способом привлечь внимание людей. Если срабатывает продолжительная сирена, это повод включить радио или телевизор, чтобы получить руководство к действиям. Собственно говоря, сработав должным образом оповещение в прошлом году в российском Крымске, жертв можно было и избежать. Объем информации, которым должен обладать рядовой гражданин, обыватель, достаточно невелик. Элементарные знания оказания первой помощи пострадавшим, знания порядка действия и выполнения инструкции, которые разработаны на его предприятии. Основная задача каждого работника предприятия – это не растеряться. Так в чем же заключается гражданская оборона? По сути, бойцы невидимого фронта, командиры, координаторы знают все схемы на разные случаи. Это постоянно прорабатывается на практике, проверяется на бумаге. Штаб гражданской обороны есть, выйдет он из своей тени, когда действительно над нами нависнет угроза. Но простым гражданам, которые вроде бы вне системы гражданской обороны, нужно помнить минимум, как залить рану зеленкой, перевязать руку и как надеть противогаз. В общем, школьная программа. А дальше кто-то подчиняется указаниям старшего, а кто-то подчиняется внутреннему зову. И вступает действующий отряд по сокращенному ГО. Не было такое модное слово патриотическое воспитание, и все. Достаточно было хороших книг. А хрупкие девчонки здоровье не свернут. Сомнения брошь в МЧС, поможем. Мужья и дети дома подожду. На неделе Анастасия Дегтярь, Дмитрий Травин и Максим Сусукевич о невидимом фронте и видимых задачах. Это программа недели. Мы продолжим после небольшой паузы. Реклама закончится быстро. Это программа неделя. Мы продолжаем. Новость последних часов. Беларусь с официальным визитом, который продлится до 27 августа, прибыл президент Шри-Ланки. Высокого гостя у трапа в соответствии с протоколом встречал министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей. Известно, что деловые круги этого государства интересуются сборкой белорусской автотехники. Вопрос создания такого производства в южноазиатской стране рассмотрят на бизнес-форуме, который состоится в последних числах августа. Если общий язык со Шри-Ланкой будет найден, это позволит белорусским компаниям продвигать продукцию на рынке Индии и Пакистана с серьезными налоговыми льготами. Южно-азиатские партнеры заинтересованы в экспорте чая на территорию Таможенного союза. Страна занимает четвертое место на планете по производству этого напитка, уступая Индии, Китаю и Турции. Кроме этого, большинство рубинов мира были добыты в шахтах Шри-Ланки и почти половина синих сапфиров. Недавно в этом небольшом по территории государстве обнаружили 8 месторождений нефти и газа. В ближайшие несколько дней президенты наших государств будут искать направление для возможного экономического сотрудничества. Президент решил, что приезжать культурные программы провести, показать культуру, чтобы люди радовались. И в следующий день начинаются уже официальные переговоры. И, конечно, мы хотим, у нас сегодня, которые есть, это туризм, чай, которые говорили, и также мы хотим, чтобы ваша сторона участвовала. У нас, особенно в Шри-Ланке, есть самый глубокий порт Южной Асии. И там же рядом открыли международный, второй международный аэропорт. Вот эти два места, и мы делали обширный сон, где можно производить товары и также отправить его в азиатские страны. Вот мы очень хотим, чтобы ваши известные автобусные заводы, чтобы посмотрели ваши мощности. Язык до Минска доведет. Проблемы развития славянских языков на неделе обсудили в столице Беларуси словисты со всего мира. Это более 600 ученых из 35 стран. От Австрии до Японии. Международный съезд словистов проводится с 29-го года прошлого века. Каждые пять лет. Беларусь такой форум принимает впервые. Получилось, что он еще и юбилейный, 15-е. Так что же происходит со славянскими языками сегодня и кто, по мнению ученых, будет на них разговаривать завтра? Со словистом из Германии Даниэлем Бунчичем наша программа пообщалась прямо в фойе форума в перерыве между семинарами. В процентном соотношении по вашим личным наблюдениям. Вот процент, скажем так, людей, хорошо знающих язык, которые грамотно говорят на нем. И тех, которые, может быть, не очень хорошо знают. Везде. Да вообще везде, во всех странах. А свой язык, свой родной язык каждый человек знает. И этот язык может быть тросянка. Этот язык может быть какой-то стандартный белорусский, потому что я вырос в семье, в которой на нем говорят. Этот язык может быть русский или немецкий. Или какой-то диалект. Свой родной язык каждый человек знает. И о норме, которая может очень отличаться от, вообще-то, естественных родных языков. Они, в принципе, учат в школах. Это другое дело. Это, конечно, зависит от того, как хороший учитель, как хороша программа. И как много учатся у ученика, конечно. А бывает, что вот слышите, как разговаривают люди, допустим, на улице. И вы понимаете, что они там делают такие серьезные ошибки, очень много. И вас это раздражает. Мне кажется, что настоящего лингвиста ошибки не раздражают. Он знает, что это знак того, что язык меняется. И ошибка это значит отклонение от нормы. И норма тоже меняется. И часто раздумываясь об этом, будет ли это будущей нормой, что я здесь слышу. Или, может быть, это просто пройдет. Это тоже возможно. Что происходит сейчас, а никогда раньше не происходило? Как вы считаете? Изменения политические и социальные теперь являются актуальными. И они отражаются в языке. И это нам надо как-то освоить и описать. А появление интернета, вот этот интернет-сленг, твиты, 140 символов, смс-сообщения, это влияет на язык? Образовалась своя интернет-разновидность разных языков, которые имеют много общего. Если сравнить, например, русский интернет-язык, английский, немецкий и так далее, польский, то они имеют много общего. Я бы не сказал, что это имеет большое влияние на язык вне интернета. А вам не кажется, что все-таки язык современный, особенно молодежи, он несколько упрощается? Липовое сознание, да, вот всякие такие небольшие тексты в противовес огромным, там, академически. Может быть, все-таки проявляется какая-то такая фрагментарность упрощения? Мне вам так не кажется. Упрощение, вообще-то, присуще языку всегда. Всегда так было. Всегда какие-то формы грамматические упрощались. И потом, когда, в принципе, какие-то моменты уже не так внятные, не так понятные, тогда добавляются еще новые элементы. Это, в принципе, везде и всегда бывает в языке. Язык всегда изменяется. И, конечно, и всегда тоже нормально, что люди думают, что то, что изменяется, это плохо. И то, как я раньше говорил, это хорошо, как сегодняшняя молодежь говорит, это плохо. К тому же они еще кладут ноги на стол и так далее. Вот это, в принципе, все один и тот же дискурс. Он всегда был, он уже у старых греков был. Но то, что язык развивается, например, если посмотреть на латынь, там люди тоже плохо относились к так называемой вульгарной латыни и говорили, что это как-то классическое латыни отходит, и это плохо. И, в конце концов, из этого развелись, например, итальянский язык Данте и там французский Мольера и так далее. Все-таки как-то все время меняется, но это значит, что ухудшается. Если в Европе говорят о славянской культуре, то, как правило, вспоминают имена Достоевского, Пушкина, Толстого. А насколько, скажем так, в Европе знают о современных авторах? Некоторых современных авторов знают, хотя бы образованные люди, конечно. Я помню, что в 90-е годы многие читали, например, Александру Маринину на Западе, причем в других обложках, но там действительно выглядит, как серьезная книга. Акунина перевели, его читают. Ну и, конечно, есть и переводы всех других более авангардных авторов. Они есть, и их читают, но, конечно, не такая широкая публика. — Модно ли сейчас в Европе, скажем так, идеи мультикультурализма? И в этой связи, может быть, есть какой-то паритет славянской, западной культуры? — Надо, наверное, отличать идею мультикультурализма, где нет предпочтений, и практику, которая не очень мультикультуралистическая теперь в Европе. Если смотреть на Евросоюз, да, действительно есть различия. Например, в Германии есть такая ситуация, что там есть закон, что ни у кого не должно, не может быть два паспорта разных государств, и это, в принципе, закон против турок, да, потому что они должны решиться. А когда у человека есть немецкий и, скажем, американский паспорт, как у моей жены, или немецкий и нидерландский, или немецкий и швейцарский, тогда никто ничего не скажет. Это хорошие иностранцы, скажем так, да? Действительно есть, да, конечно, такая. — У вас, может быть, есть какие-то яркие впечатления, связанные с Белоруссией? — Моё впечатление здесь выглядит намного лучше, чем я себе представил. И да, это, в принципе, мои главные впечатления. Я, конечно, немного видел здесь, я не знаю, как выглядит в подъездах где-то на окраинах, да, это, наверное, не так, как в центре, но всё-таки не такие плохие впечатления вообще, да. На самом деле, хорошо. — Спасибо вам за разговор, то есть было очень приятно с вами пообщаться. — Спасибо, мне тоже. — Приезжайте еще. — Спасибо. — Ровно неделя остается до момента, когда главными героями новостных репортажей станут ученики и учителя. Кстати, с 1 сентября преподаватели в Беларуси станут больше зарабатывать. А клад вырастет на четверть, однако и работать придется больше на 2 часа в неделю. Учитель, вне всякого сомнения, одна из ответственнейших профессий. От того, каков педагог, зависит и будущее ученика. Куда он сможет поступить после школы, с какой работой справиться. Легко ли быть учителем, а тем более от Бога, когда вместо личной жизни постоянная боевая готовность вкладывать в чужие головы разумное, доброе, вечное. Анастасия Иванникова нашла и пообщалась с преподавателем, для которого школа не просто работа, а как минимум второй родной дом. Рядом со ставшими уже родными стенами он вновь и вновь вспоминает. В гимназии работает 13 лет, педагогам в два раза больше. Четверть века на любимую науку и работу, но нисколько не жалеет. Моя родная гимназия, гимназия номер 5 города Минска, в которой я работаю уже 13 лет. Эту гимназию закончил мой племянник и моя дочь. О физике иначе как об искусстве Вячеслав Наумович просто не говорит. В свое время специальность была престижной, конкурс был тоже немалый. У нас в группе было очень много ребят, а не только девушек, как сейчас. Причем, что интересно, что этот университет давал слишком, очень много возможностей. Герой признается, в педагогику тянуло всегда. Бросил и бизнес, начатый в 90-е. Сегодня ученики есть даже за пределами нашей страны. Четыре года работал в Монголии, в городе Ланбателе, где мне посчастливилось встретиться с очень многими талантливыми педагогами. Кстати, очень много было педагогов именно из Белоруссии. Мы до сих пор с некоторыми поддерживаем связь. Работа уже успела стать вторым домом. Здесь благодарны ученики и коллеги. На своей гимназической кафедре рядом и лучший друг. К рабочему тандему привыкли. Причем не только друзья физики, но даже ученики. Мы не делим учеников на моих и его. Мы работаем вместе со всеми. Это касается и подготовки к олимпиадам, и различных факультативных занятий. Ну и взаимопомощь, взаимоподдержка всегда у нас на очень высоком уровне. Каждый раз его ученики приходят с благодарностью. Говорят, педагог от Бога. К слову, пример было с кого брать. Вячеслав Наумович признается, на учителей физики в свое время везло. Хотел быть похожим на них. Каждый урок – это небольшой тетрадный спектакль, где есть и завязка, и кульминация, и финал. Но и главное – это любить свой предмет, любить детей. Такие разговоры о физике действительно помогают. Среди его педагогических достижений – подготовка стабальников и победителей городских и республиканских предметных олимпиад. Андрей Жданов как раз-таки из их числа. Пять лет, как закончил гимназию, но в гости приходит до сих пор. Помнит и олимпиадные будни. По семь-восемь часов сидели, решали. Каждый день много, тяжело, но на то стоило. Сквозь года я смотрю, это очень грамотный преподаватель. А тогда нет, я бы не сказал, что чувствовал, что это что-то как-то строго. Все было как-то очень дружественно, очень замечательно. Хороший учитель, во-первых, конечно же, это первоклассный специалист. Он должен быть действительно мастером своего дела. И во-вторых, что немаловажно, учитель должен уметь наладить контакт со своими учениками. Они должны чувствовать его поддержку, настроение, его расположение к ученикам, его желание прийти на помощь в любую трудную минуту. Недалее, как на этой неделе, заслуги Вячеслава Наумовича были признаны еще и официально. Грамоты Министерства образования за подготовку одаренных учеников. Педагог – это человек, который работает с полной отдачей, от души, от полного сердца. И самое главное, чего нам сегодня, конечно же, хотелось бы увидеть в педагогике, это приток новых и молодых кадров. С тем, чтобы опытные смогли передать свой опыт молодежи. Ежегодно у нас есть ученики Вячеслава Наумовича, Владимира Ивановича, которые получают на тестирование 90 и выше баллов. Поэтому это те преподаватели, которые должны работать в школе, которыми мы гордимся, в гимназии работают, и на которых нужно равняться и молодежи. Талантливая смена, что называется, бок о бок. Вячеслав Наумович успел уже подготовить. Снежина Хомякова в гимназии шестой год. И лишь благодаря хорошим учителям, говорит, не отпустили, прямо после педагогической практики. Я стала сработать в гимназии учителям именно благодаря им. Я считаю их своими наставниками, своими помощниками. Это очень надежные люди. И они мне, конечно же, помогают работать. На Бушковской конференции я встретил студентов, допустим, по физфака, которые были у нас на практике. Это прекрасные ребята. Они уже, по сути дела, готовые специалисты. Так что я уверен, что в школу придут, несомненно, придут, и будут приходить талантливые молодежи. За годы работы герой убеждался не раз, учить нужно не просто правильно, учить нужно хорошо. Физика самая интересная, наука для детей даже. Во-первых, это эксперимент. Это и последнее новейшее достижение в области науки, техники, астрономии. Вообще-то интересно. На неделе Анастасия Иванникова, Сергей Капустин, Николай Синчилы и Илья Максимов о престиже той профессии, которую часто называют призванием. Хорошо петь тоже надо у кого-то учиться. Вокальным состязанием «Хорро-шоу» откроется новый сезон на телеканале СТВ. Конкурс объединил лучшие хоры из восьми стран. От России до Франции. Есть, например, полностью мужской коллектив, есть акапельный, но с участием битбоксера. Учитывая, что участники поют без инструментального сопровождения, посмотреть и послушать будет на что. Кстати, уже доказано, хоровое пение полезно для здоровья. Сердца поющих в буквальном смысле начинают биться в унисон. Улучшается кровообращение, успокаиваются нервы и поднимается настроение. Не случайно люди чувствуют душевный подъем на парадах, стадионах, во время исполнения гимна и в церкви на богослужении. Это эффект, называемый психической синхронизации. Еще ученые недавно выяснили, что петь хором умеют не только люди и птицы, но даже мыши. Яна Шибко на личном примере убедилась, что если петь, то лучше это делать хором. Минске, ну, воня! Минске, ну, воня! Мы любим СТВ! На неделе в Минске можно было встретить необычные группы иностранцев, слишком увлеченных для туристов и слишком много поющих. Они пели на экскурсиях, в парках, за обедом, пели и на белорусском с акцентом литовским, и даже французским. Но первым делом выучили главное слово. «Хорошоу» – грандиозный проект, в своем роде уникальный. Музыкальный конкурс, объединивший Беларусь, Литву, Польшу, Россию, Сербию, Украину, Францию, Эстонию. Причем от каждой страны не один представитель, а как минимум 20 поющих голосов. Это вокальное состязание хоров. За время проекта конкурсанты не переставали удивляться. Они не только раскрылись с неожиданной стороны, например, разучили песни на белорусском, которые потом пели от души, но и открыли для себя Беларусь, для начала основательно изучив гастрономические хиты. Представители страны деликатесов почивались драниками со сметаной, с салом, с хреном и белорусской самогонкой. Наутро вместо привычного кофе с круассаном в тонус французов привело молоко. Мы только из магазина купили молока. Ведомые жаждой Сабрина и Лоран магазин разыскали и без навигаторов. Говорят, вот так запросто гулять в Беларуси можно спокойно. Хорошая страна. Мне нравится безопасность здесь. Это меня удивило. Продовольственный шоппинг для гостей из страны моды здесь на первом месте. Молочная продукция замечательная. У нас такого нет. Все пастеризовано. Я даже думал увезти с собой несколько бутылок молока. Пока французы пытались напиться молоком, на год вперед литовские певцы поражали широте репертуара белорусской кухни. Шведский стол по-белорусски ломился от яств. Например, белорусское национальное блюдо это мочанка, колбаски и соус, оладьи с мясом, оладьи с грибами. Грибная подлива с драниками пришлась по вкусу даже вегетарианцам. У нас в Литве очень кухня похожа. Очень большое количество блюд на базе картофеля. У нас даже слово. Значит, бульба и бульга по-литовски. Я, в принципе, картофельные длины в Литве обычно не ем. То, что я попробовал здесь сейчас, мне очень здорово. Очень вкусно. От обилия закусок одному из харистов понадобилась и помощь стоматолога. Только наелся. Очень вкусно. И зубы заболели. Супер. Потому что очень гостеприимливые доктора у вас. Это все бы делали без плана. Нам очень нравится Беларусь. Здание красивые, дружелюбные люди и лучшая еда, которую я пробовала в жизни. Пища здесь как будто в раю. После плотного обеда отправились утолять голод культурный. Автоэкскурсия по городу. Поляки невольно сравнивают Минск со своей столицей и шутят. У белорусов широка как душа, так и улицы. Весь город очень красивый. Очень интересно смотреть на широкие улицы. У нас в Башаре таких же широких нет, к сожалению. Все стоят в пробках. Здание большее. Скверо парка тоже зеленый красиво. Остановка у храма. Телефон Сильвии с Польши постоянно в режиме фотосъемки. Очень-очень красиво. Я не думала, что Беларусь такая. Красивая архитектура. Не скучали в перерывах между съемками, репетициями и членами международного жюри. Ладные очи марш, кому не дашь. Такие ладные очи, такие ладные очи. Есть очень хорошо, у него очень реалитет. Кава смакует. Кофе есть очень хорошая. Смакует, кава. А девушки? О, девушки. О, девушки. Наш эксперт. Не шагуне девченка, а архитектура. Последний раз Николай Гнатюк и польские червоньи гитары встречались в 80-м на конкурсе в Дрездене. Вместе отмечали победу Гнатюка. С тех пор впервые на хоро-шоу в Минске. А как там танцуют шпевые? Шпевые. Шпевые. Оценивает участников Николай, руководствуясь собственным опытом. Сам пел не в одном хоре, начиная с музыкальной школы. По всем праздникам, по любой праздник мы там пели. И я просто был большой солист. Кстати говоря, я же в ансамбле песни пляски служил. Конечно, и я помимо того, что я... В армии? Да, в армии, конечно, в Германии. И помимо того, что я там тоже солировал, извините, но стоял в хоре как миленький второй тенор и пел вовсю. Если для вас хор все еще ассоциируется с чем-то скучным и академичным, хоро-шоу развенчит этот стереотип с первых аккордов. Вы только представьте себе хор, исполняющий песни «Рамштайн». А на этой сцене харизматичные коллективы из разных стран продемонстрировали и не такое. Пенни – это самое хорошее, что люди могут делать вместе. И в каком виде, или это классическое хоровое какое-то производение, или они переделывают современные мелодии на многоголосие, это только приветствуется. Я счастлива каждый раз, когда мне звонят из Беларуси и от вашего телеканала. Мы сделали отличное шоу. После двух полуфиналов шоу покинули Франция, Сербия, Польша и Россия. А вот ведущая Илона Броневицкая до последнего не могла определиться с фаворитами. В первом полуфинале был хор из Польши, Франции, Белоруссии и Литвы. Моя мама родилась во Франции, сама она полька, дедушка мой белорос, а сын мой наполовину литовец. Я говорю, сердце мое разрывалось. В финале остались эстонцы, поражавшие обилием реквизита. Камерный поп-хор из Литвы, самый молодой и единственный на шоу, поющий акапелла хор из Беларуси Мидли и украинский хор Нью Войс с национальным колоритом. Белорусы не зря радовались промежуточным результатам. Им удалось обойти матерых хористов из разных уголков Европы. В итоге эстонцы третьи, серебро у Литвы, а первое место разделили Беларусь и Украина. Ребята, это круто! Ура! Мы вас любим! Мы вас любим, Беларусь! Спасибо вам! Они разделили не только победу, но и досуг. Украинские гости специально остались в Минске еще на день, чтобы получше узнать город. В роли экскурсоводов белорусские участники. Вот это одна из самых главных площадей, площадь независимости. И вот мы можем пройтись, вот там у нас дом правительства находится, вот там заседает наше правительство, мы можем пройти туда. Хоры двух стран поистине спелись, не сговариваясь, затянули на белорусском. Музыкальному экспромту и дождь не помеха. Кань семьясь, конюшину, шагал на девшину. На неделе подпевали хором Яна Шибко, Дмитрий Травин, Андрей Новгородцев, Андрей Кульгава и другие. И возвращаемся к визиту в Беларусь президента Шри-Ланки. В эти минуты в Национальном академическом Большом театре оперы и балета проходит вечер этой солнечной южноазиатской страны. На сцене свое мастерство показывают танцевальные коллективы обоих государств. Пожалуй, хорошая своего рода разминка перед основными раундами переговоров. Это мероприятие, оно как раз и будет положено в основу наших дальнейших культурных взаимоотношений. А здесь раскрываются самые различные грани этих двухсторонних связей, которые будут включать в себя и обмен коллективами, и взаимные гастрольные поездки, и, возможно, даже обучение студентов, и много-много других составляющих, которые входят в поднятие гуманитарного сотрудничества. В финале программы по традиции о погоде. Она, конечно, заметно ухудшилась. В ближайшие три дня синоптики не исключают непродолжительных дождей. В понедельник, возможно, даже гроза. Так что не забудьте захватить зонтики. 16, а в лучшем случае 20 градусов тепла. Днем – это пока что тот максимум, который белорусам может предложить уходящее лето. Такими были эти семь дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Всего доброго!